Увольняющийся худрук театра оперы и балета Теодор Курензис готов руководить Дягилевским фестивалем в 2020 году, но на особых условиях, которые он озвучил на переговорах с директором театра Андреем Борисовым. Об этом сообщает новый компаньон. Во-первых, маэстро настаивает, чтобы его работодателем в этом случае был не театр, а власти региона, и договор был подписан с их представителем, губернатором или министром культуры. Якобы это нужно, чтобы с работодателем можно было обсуждать темы, не входящие в компетенцию директора театра. В частности, ситуацию с ДК Солдатова. Курензис хочет, чтобы во время подготовки и проведения фестиваля Дворец культуры стал резиденцией оркестра и хора Мюзика Этерна, штабом фестиваля и личным рабочим местом Курензиса. Кроме того, он планирует проводить в ДК не только концерты, но и театральные показы, а для этого необходима реконструкция оркестровой ямы. Еще одним условием стала сумма контракта. По информации издания, Теодор Курензис определил свою зарплату в 300 тысяч рублей в месяц. И с обсуждением вопроса проблем не возникло. Эти деньги в бюджете театра есть. Напомним о том, что Курензис останется во главе Дягилевского фестиваля, изначально было заявлено еще в июне, после сообщения театра о намерении маэстро расторгнуть контракт досрочно. Однако после этого худрук опубликовал прощальное письмо, а затем дал интервью, в котором жестко раскритиковал краевое руководство. Мы работали в каких-то сенвековых условиях. В фуае, когда нет репетиции в зале, или собрались, есть такой храм евангелистов, которые они в свое время купили декаленина, а там наверху, там где бэгают крысы и тараканы, есть такая футбольная площадка, закрытая, деревянная такая. И на этой футбольной площадке, когда у них не было занятий в футболе, или службы и так далее, нам давали возможность репетировать музыку. То есть в этой сцене не сделали все эти произведения Моцарта, Малера, о том, что говорит мир. Теодор Курензис официально покидает пост художественного руководителя Пермского оперного 21 августа. Как худрук Дягилевского фестиваля, он должен представить его программу не позднее 1 декабря текущего года. Юлия Алеева, Телевизионная служба новостей.